Скажите, первый том, первая страница этого издания, с чего начинается? Первый том еще не вышел, вышел второй том. Как это возможно в истории? А в этом и есть смысл. Над ним работает большой коллектив авторов, у всех разная скорость исследования. Полученное задание на создание многотомника истории России было в 2012 году. Потом было создание технического задания, распределение усилий. Коллектив авторов начал работу. Даже за это время изменились некоторые методы исследования. И первый том археологический. Он с древнейших времен. То есть это археология. Первые культурные слои, которые поднимались на территории Российской Федерации и ближних миграционные процессы, культурная миграция. Именно археологический том. Он еще в работе. Нередко можно слышать, что в учебниках истории, по которым учатся наша молодежь в настоящий момент, какие-то моменты очень важные в истории нашей страны излагаются там буквально в нескольких абзацах. Какие акценты сделаны в подготовке именно вот этого издания. Это не является учебником истории. Этот материал не будет в полном объеме обязательным для вузов. То есть это не для школьников? Не для вузов. Это ученые для ученых. Не исключая домашнего использования книги, написанные интересно. Очень живой язык. Вы можете ознакомиться, взять с собой том, прочитать, посмотреть. Мы передавали уже в библиотеки, в различные библиотеки. Есть оценки именно живого, хорошего языка, но это все-таки фундаментальный научный труд очень глубокой, большой глубины знаний. И если мы берем историю СССР с древнейших времен до наших дней, которая выходила в середине прошлого века, это было 14 томов. Здесь 20 томов. То есть мы понимаем, какой исторический материал накоплен и исследован. Это больше. Даже если мерить штучно в количестве томов, книг, это больше материал. Если брать, какие вехи истории, какие предметы исследованы больше, то скорее всего больше исследования получили, направления, где произошли большие научные прорывы, где добавилось методов исследования. Плюс это новейшая история, потому что связано с открытием архивов, раскрытием архивных документов. То, чего не было в материалах, которые выходили в СССР. Многие материалы Великой Отечественной войны получили раскрытие архивов, гражданской войны, революции. Гораздо лучше и глубже освещены, конечно. Вообще меняется, не буду забегать вперед, пусть читатели узнают сами. Вообще меняется временное понятие революции. Новое осмысление предмета, сменение власти. В советское время был другой совершенно взгляд на это. А тут уже не предвзятый получается. Не то, что не предвзятый, он стал просто другим. Процессы стали рассматриваться с прошедшего времени, сверечены с разрыва по-другому. На территории каждого региона, каждого региона Российской Федерации мы понимаем, что происходят те или иные исторические события. Они могут оказывать большую и меньшую роль в истории России. Есть промышленное развитие, индустриализация, эвакуация, продовольственные программы, политические центры, изменение уклада. Большие миграционы, конечно, охватывают. Даже эти регионы охватываются тогда в те свои периоды, когда они не были регионами. В древние периоды. Это первые документы, формирование церковных архивов. Конечно же, во времена Киевской Руси не было большинства субъектов, и вообще их не было, которые мы сейчас наблюдаем. Но, тем не менее, вся эта территория охватывается. Большое этнокультурное сообщество, оно рассматривается все. Оно не может не охватываться. Без этого бы не было историю России. Про Ямало-Ненецкий автономный округ есть какие-то упоминания о войне в этом туре? Будут. Во время Великой Отечественной войны Ямало-Ненецкий автономный округ давал очень большую гуманитарную поддержку, именно продовольственную поддержку всему Советскому Союзу и частям Красной Армии, снабжая их мясом, например. Ну, помимо того, что мы все знаем участие северных народов в войне в качестве снайперов. Это такие прямо известные истории, которые много прошли через литературу, их реализированы, художественные произведения и так далее. Где это будет? Да это войдет не только. Ну, смотрите, Ямало-Ненецкий автономный округ. В ближайших томах, в какой точной книге, не скажу, которая будет охватывать период Великой Отечественной войны. Потом мы возьмем индустриализацию, да. Энергия России, Ямал все-таки дал огромную часть энергоресурсов для нашей страны. Газ, в первую очередь, да. Газовое месторождение Ямала, а не сколько там, огромный процент, удельный, масса занимает газовых месторождений и поставляемого газа. А в Советске 70-е годы это была вообще превалирующая доля. В 80-е, 70-е годы, когда было бурное размитие Ямала. То есть, на ваш взгляд, это будет страница или глава? Глава. Я думаю, глава – это не может быть страницей. Ямал, во-первых, само по себе. Вообще, освоение Западной Сибири – явление колоссальное, потому что территория, где не было транспорта, мостов, железных дорог, автомобильных дорог, и до сих пор, только сейчас они строятся, например, с Целехарда в Новую Рингуэль. Построена дорога совсем недавно. Целехарда на дым? Да, на дым. И сейчас у нас Российская Федерация имеет огромное поступление с таможенных пошлин, а это именно пошлины углеводородов. В первую очередь, поступление сырьевой бюджет – это Ямал. В большей части, в большой части. Не может оно уместиться на одной или двух страничках. От издательства «Наука» мы издаем. Мы, по сути, верхние менеджеры проекта. Мы смотрим, сколько должно к ним быть издано, когда. Следим за сроками, дистрибьюцией, распространением. Да, естественно, наша редакция проверяет со своими компетенциями издательства «Наука» правильность составления научных трудов, да? Вот и научный труд. Но на содержание мы не влияем. Ну, я думаю, это просто вот мое мнение, что, конечно, такой кусок, такую часть становления российского государства невозможно обойти или упомянуть мало. Прочитав вот эту историю России, как вы считаете, если ее прочитает не только ученый, а студент, школьник или какие-то моменты прочитает, он сможет нашей страной гордиться и понимать, что он часть очень большой и великой страны? Есть очень интересное явление. Наверное, каждый из людей, интересующихся историей, в тот или иной период времени с ним знакомился, читал, много читал. Это история государства российского в 12 томах Карамзина. Она начинается с древнейших времен. Ну, вот прямо там с первых упоминаний признаков государственности и народности на территории России, да? И южных, ну, особенно южные рубежи были застронуты, южные славяне. Второй том «История России» очень похож на начало труда Карамзина. Пушкин говорил о Карамзине, что это первый историк и последний летописец. И возьмите в руки второй том. Сейчас у нас есть возможность читать вторую книгу. Она пропитана именно карамзинской любовью. Вот, на мой взгляд, это сугубо мнение потребителя, читателя. Она просто состоит из любви Карамзина к истории, к бережному отношению, внимательности, скрупулезности. Невозможно, прочитав эту книгу, остаться равнодушным. И это чувство, которое во мне, по крайней мере, порождает, это любовь. Простая, искренная любовь к своей истории. Мы не можем заставить человека кого-то любить. Мы можем дать материал, который раскроет определенные горизонты взглядов. Эта история России, она все-таки нацелена на людей, которые глубоко интересуются историей России. Это первое, да? Второе, эта история России будет формировать сам объект изучения. Как он будет преподаваться, как мы его будем оценивать, да? Эта история России ляжет в основу. И сейчас мы создаем вместе с Институтом Российской истории новейший учебник истории России для вузов. Издательство наука его сейчас создает вместе с по зданию Министерства науки и высшего образования. Этот фундаментальный труд ляжет в основу изучения истории России. На нем она будет основана. Конечно же, свою содержательность и кропотливость эти книги передадут и уже вузовским программам, школьным программам и другим программам изучения. Каждый том здесь уникален, потому что огромный коллектив авторов. Он не пишется одной рукой. Историки на лицоветах, на лицоветах, удивляясь, говорят, вот этот вообще прекрасен, он уникален, да? Он интересен. Пока отрицательных отзывов я еще не видел. Там что-то скучно. Совершенно номенклатурно написано. Проходной – нет. А неинтересно. Недаром история создается на протяжении не одного года. Это не репринт истории СССР с древнейших времен наших дней в тех томах, которые дошли до 70-го года. Это новое осмысление. Это новое научное изыскание. Это углубление. И, конечно же, мы должны соответствовать. Если советская история была идеологизирована в первую очередь, но государство было идеологическим – это суть другая. Здесь оно должно быть принято, понято, разделено. И двигаться мы в этой истории будем еще очень много лет вперед.